с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 6 мая день святого георгия победоносца его икона вошла в герб москвы на монетах русского государства печатался святой георгий победоносец известно что и название копейка говорят произошло от того что воин с копьем на руси звался копейщиком и еще недавно на современных копеечных монетах чеканился святой георгий победоносец на многих русских знаменах был изображен победоносец покровитель русского воинства у родившихся в этот день 1758 год в этот мир приходит максимилиан робеспьер деятель великой французской революции вождь якобинцев покровителем лицея в котором учился робеспьер являлся король франции людовик 16 в 1775 году робеспьера как одного из лучших учеников избирают для того чтобы прочесть королю приветственное стихотворение 12 июня 75 года 17-летний максимлян зачитывает это приветствие монарху и его жене марии антуанетти королевской чете и в голову не могло прийти что милый юноша читающий им такие замечательные стихи менее чем через 20 лет добьется их казни на эшафоте 1907 год день рождения николая гастелло летчика героя советского союза он совершил первый в истории великой отечественной войны таран вражеских позиций 1923 год актер театра кино владимир этуш приходит в этот мир назову лишь некоторые работы кавказская пленница иван васильевич меняет профессию а таких фильмов и работ в театре очень много 1932 год день рождения еще одного актера александра белявского иду на грозу июльский дождь ирония судьбы ли с легким паром место встречи изменить нельзя в 1940 году родился и вячеслав старшинов хоккеист спартак москва олимпийский чемпион чемпион мира в составе сборной ссср трехкратный чемпион ссср чемпионатах страны сыграл 540 матчей забросил 405 шайб составе сборной сыграл сто семьдесят шесть матчей которых отличился 144 раза звезда 1961 год день рождения джорджа тимоти клуни американского киноактера известного нам по телесериалу скорая помощь а также по работам от заката до рассвета тонкая красная нить три короля актер популярность которого непрерывно растет говорят не любит вмешательства в личную жизнь но все равно остается объектом постоянного внимания репортеров светской хроники которые обсуждают его многочисленные романы и наверное ему это все-таки нравится 1968 год день рождения максима фадеева российского певца композитора и продюсера но теперь о событиях 6 мая 1527 год грабеж рима империалистические войска под командованием карла герцога бурбонского который кстати будет убит поднимают мятеж грабят город убивает около четырех тысяч жителей ценные сокровища искусства разграблены закон не будет восстановлен до февраля 1528 года а в 1860 году начинается так называемый поход тысячи гарибальдийцев на двух парусных суднах добровольцы во главе с джузеппо гарибальди отплывают из гены и через пять дней высаживаются на сицилии обеспечив победу итальянской революции и освобождение южной италии 1937 год последняя крупнейшая катастрофа дирижабля которая заканчивается гибелью германского воздушного судна гиденбург в то время это крупнейший мире дирижабль он был построен в 30-е годы как символ новой гитлеровской германии катастрофа уносит 36 человеческих жизни взрыв был слышен на расстоянии 15 миль благодаря мужеству и самообладанию капитана спасается командой 62 пассажира пожар напрямую связан с использованием водорода единственного несущего газа которым располагает германия поскольку сша отказались поставлять гели в коммерческих количествах 1953 год хирург джон гиббон из филадельфии впервые успешно применяет аппарат искусственное сердце легкие во время операции на открытом сердце над созданием этого прибора он работал с 1937 года 1994 год королева великобритании елизавета вторая и президент франции франсуан миттеран торжественно открывают туннель между францией и англией под проливом ла-манш 1998 год новая столица казахстана акмала переименована в астану любопытно что город менял свое название много раз до акмалы он назывался бозок акмалинск и целеноград а после астаны совсем недавно получил новое имя нур-султан честь первого президента казахстана назарбаева 2003 год 6 мая на москве открывается 165 по счету станция метрополитена парк победы она находится на удалении около 80 метров от поверхности земли и на то время являлась самой глубокой в мире длина эскалаторов превышала 125 метров оба перона выполнены в едином архитектурном стиле стены облицованы светло-коричневым и белым мрамором оформление станции посвящено победам русского оружия войне 1812 года и великой отечественной ну и последнее в 1856 году родился зигмунд фрейд австрийский врач психиатр и психолог основатель психоанализа фрейда боготворят или демонизируют мало кто из ученых удостоился столь пристального внимания и жарких споров одно слово великий фрейд избегал чрезмерной публичности рассказов о личной жизни это скрытность породила много лживых сенсаций на деле фрейд не обделенный женским вниманием придерживался все-таки строгих британских взглядов он предостерегал учеников об опасностях психоанализа об уязвимости пациенток многие из этих нервных и пылких женщин охотно делились сексуальными фантазиями а некоторые были не прочь перейти границы дозволенного и что называется притворить их в жизнь как там у нас говорят оговорка по фрейду хотя кто знает с вами николай пивненко в проекте дата а